Всем привет! Вы на канале Есть Вопрос и сегодня у нас с вами новая игра. Что же нам понадобится для этой игры? Сегодня нам понадобится пластилин, нам понадобятся одноразовые стаканчики, нам понадобятся цветные карандаши и соответственно, как всегда, наша любимая бумага, из которой мы будем делать карточки для наших заданий. Первый вариант этой игры я покажу на изучение геометрических фигур и цвета. А дальше уже объясню, как можно использовать эту игру, основу для этой игры в целях изучения других каких-то понятий. Итак, мы с вами сегодня изучаем геометрические фигуры, поэтому карточку я нарисовала уже готовую с ними. И поэтому на пластиковые стаканчики заранее я уже прикрепила какие-то фрагменты геометрических фигур или сами геометрические фигуры. Что мы даем ребенку и какая у него задача? Перед ним вот так же стоят пластиковые стаканчики, ну, соответственно, он видит изображение на них лицом к нему. Я для удобства вашего восприятия подвинула их лицом от себя, но ребенок, соответственно, должен смотреть на них, чтобы ему было проще выполнить задание. Мы перед ним выкладываем карточку с образцом, заранее нами любезно нарисованную. Вот, и по этому образцу ребенок должен создать пирамиду. Получается, в основе у нас уже стоят фигурки с оранжевым треугольником, желтым квадратом, зеленым кругом. Ребенок правильно выставил эту последовательность, и он приступает ко второму ярусу пирамиды. На втором ярусе у нас стоит голубой овал, получается, он ставит его, и красный прямоугольник. Вот таким вот образом у нас пока выглядит пирамида, и нам нужно поставить заключительный этап, да, совершить. С таким вот крестиком розового цвета мы ставим в основу, вершину, вернее, составляет вершину нашей пирамиды. Вот таким вот образом получилась пирамида. Давайте сверим ее с образцом. Не знаю, насколько хорошо будет видно, но ребенку, я думаю, что будет видно и все понятно, поскольку этот образец, карточка будет лежать прямо перед ним. Что мы таким образом с вами вообще тренируем? Мы тренируем логическое мышление, поскольку ребенок, чтобы составить вот такую пирамиду, должен соотнести, да, что на ней изображено, каким образом должно все стоять, какие-то элементарные навилки конструирования, поскольку все-таки поставить пирамиду, особенно вот в моем случае, да, я использовала для изображения пластилин, стаканчик сам по себе легкий, ребенку нужно будет также развить еще что-то в плане того, что он должен ставить стаканчик и опираться на равновесие. То есть, если я поставлю его чуть ближе, он будет падать, если я его поставлю дальше, он идеально стоит. То есть, это тоже определенные навыки конструирования, работы с разными материалами, и это тоже полезный навык, который ребенку пригодится. Так, ну и как я обещала в начале видео, мы можем использовать вот эту основу игры, да, не только для изучения, например, геометрических фигур. Если мы хотим изучить цифры или счет, да, мы можем добавлять, например, количество стаканчиков, и делать не 5 стаканчиков, там не 6, как в моем случае, а, например, 10, да, и будем изучать счет до 10, используя ту же самую технику, только на карточках, например, да, вот у меня есть заготовка, мы пишем, ну, здесь их будет больше, да, если мы хотим изучить счет до 10, если мы хотим изучить счет до 5 или до 6, мы можем оставить вот такую вот форму, и в каждой из них писать цифры, да, то есть, вот, например, там мы выставляем пирамиду, на стаканчиках у нас также изображение не геометрических фигур, а цифр, и в случае там с цифрами, я думаю, что проще будет даже как-то перманентным маркером, например, нанести изображение цифр, чем вылепливать его из пластилина, да, то есть, здесь вы уже сами фантазируйте, вам самим там как-то будет понятнее, когда вы начнете это делать, и с чем лучше будет поработать, либо с перманентным маркером, либо, возможно, вам понравится лепить цифры самим, вот будет такого плана образец, да, когда мы делаем это с цифрами, если мы хотим изучить цвета, ну, более легкая тема, просто цвета без геометрических фигур, нам вот важно, чтобы ребенок освоил цвета, и для этого ему нужно много-много разных игр на закрепление этого понятия, то мы просто в эту же пирамиду будем рисовать кружочки с цветами, мы не будем усложнять эту тему, не будем добавлять геометрические фигуры, и каким-то образом отвлекать внимание именно от цвета, соответственно, здесь мы просто рисуем кружочки разных цветов, то есть, мы берем цветные карандаши, и в таком же, в хаотичном порядке, да, в любой последовательности наносим изображение на наш образец, получается, или карточку нашу, да, которую мы будем давать ребенку для выполнения заданий, и, соответственно, на стаканчиках у нас уже будет с вами либо из пластилина кружочки, да, либо там, ну, все что угодно, можно просто приклеить пластилин разных цветов, размазать, да, вот так пальчиком, и это тоже будет учитываться, то есть, в данном случае, если мы работаем просто с цветом, то нам не нужно сильно заморачиваться над тем, какое изображение будет на стаканчике, это не суть важна, нам важен именно цветовой вот этот вот маркер, и последний у меня как раз остался цвет, и, соответственно, наша карточка будет выглядеть вот так, и ребенок уже ориентируется не на фигуру, не на цифру, да, на изображение, а на цвет, нанесенный на стаканчик, и, соответственно, выставляет вот свою пирамидку в соответствии с тем, что нарисовано у него на карточке. Игра получилась одна, вариантов игры много, мы это очень сильно любим, такие игры создавать, и еще мы любим создавать игры, не используя ничего сверхъестественного, то есть, вы видите, что все, что лежит сейчас у меня на столе, наверняка есть у каждого из вас дома, соответственно, вы можете просто проснуться утром, все собрать, быстренько сварганить одну из этих игр, и весело, интересно, познавательно провести время со своим ребенком. А на этом у меня сегодня все, будем ждать ваших комментариев, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, не забывайте про наш телеграм-канал, там всегда уйма всего интересного, ну и на этом все, пока-пока!